Всем привет! Привет, друзья! Вы на канале Забугром Live, с вами Олег Забугорский, и сегодня мы с вами вскрываемся. Мне пришло очень много-много посылок, которые я решил вскрыть вместе с вами. Посылки все эти с Амазона. Вот три коробки и два вот таких пакета. Что в них, я знаю. Ну, что конкретно в какой, конечно, я сейчас даже не догадываюсь, поэтому скрываю с вами все последовательно. Надеюсь, вам понравится, так скажем, этот сюрприз от меня. Сюрприз заключается в том, что я ни копейки не заплатил за эти безделушки, может быть, а может быть полезные вещи. Каким образом? Большинство знаете, что такое Амазон. Огромная-огромная площадка, где много-много продавцов пытаются начать продавать. Для того, чтобы продавать на Амазоне, товар должен быть популярным. Чтобы сделать товар популярным, нужно на него много ревью, много лайков и как можно меньше дизлайков. Поэтому большинство грамотных продавцов ищут хороших покупателей, которые делают, соответственно, после ревью на Амазоне, а мы это как бы можем, да, вознаграждение, они оплачивают вам этот товар и вы получаете его совершенно бесплатно. Мне, как блогеру, конечно же, это интересно, потому что, в принципе, потратив некоторое количество времени на то, чтобы покликать на Амазоне в один клик, а у меня статус Prime и, собственно говоря, доставка производится в течение одного дня. То есть, например, позавчера я кликнул, сегодня я все получил. То есть, вот таким вот образом. Это очень интересно. По мне так там много достаточно и безделушечных гаджетов, но есть гаджеты, которые можно использовать и у себя в быту. На халяву, как говорится, и уксус сладкий. Вскрываем первый пакетик. Вскрываем первый пакетик. Желтенький. Так. Это у нас от компании Sportix. Компания Sportix прислали нам спортивные перчатки. Компания Sportix есть такая, ребята. Это спортивные перчаточки. Кстати, для тех, кто занимается спортом, активным спортом, фитнесом, я думаю, что это будет достаточно интересно. Достаточно интересно. То есть, вот такие вот. А, вот, смотрите. Полностью расстегивается такая вот лямочка. Вставляем мы свои фингеры, пальчики. Пальчики вот сюда вставляем. Это у нас внутренняя часть для того, чтобы... Так, мне, наверное, было бы, наверное, правильно часы снять. Нет, ладно, пускай будут. Нет, сниму. Мне неудобно в часах. В спортзале с часами, тем более такими, которые похожи на дополнительные блины, для штанги точно делать нечего. Руки должны быть чистые, без колец и без часов. О, слушайте, класс. Класс, 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 класс. Материал мягкий, материальчик такой комфортный, я бы сказал. Материальчик. Вот. Слушайте, облегает прямо. Там есть по размерам. То есть, вот эти перчаточки, вот эти перчаточки, они предоставлены с возможностью выбора размера. Поэтому, если будете заказывать, то заказывайте по размеру. Я заказал М-ку. Я, как бы, раньше покупал перчатки в магазине. И помню, что при замере у меня рука-то небольшая, но сильная. Вот. Вот такие вот перчаточки. Спортивные перчаточки от компании Sportix для занятия жимом. Для занятия жимом. Очень-очень удобные, на самом деле супер. Тоже доставка произошла очень быстро. Я не знаю, каковы правила доставки в Россию, в страны СНГ. Но в Америке, пожалуйста, пользуясь праймом, это приходит в течение одного-двух дней. Класс! Перчатки мне нравятся. Действительно, классные перчатки. Поэтому 5 баллов. Так. Снимаем это сюда. Снимаем это сюда. И смотрим, что у нас дальше. Кстати, здесь у меня открытый уже несколько дней назад я получил вот эти вот Bluetooth наушники. Вот. Ну, так скажем, я их вскрыл, и уже они не попадают в наше вскрытие. И вот этот вот рюкзак. Рюкзак в стиле Барбары. Я люблю такие клеточки квадратные, цветные. Дальше. Вскрываем второй пакет. Смотрим, что у нас во втором пакетике. Та-дам! Так, пакет пустой? Пустой. Так. Что у нас здесь? Интересно. Интересно, интересно. Сейчас посмотрим. О, Господи, Боже мой, какая прелесть! Ко мне обратилась компания, которая занимается новогодними, рождественскими украшениями. И для того, чтобы украшать, допустим, дом, да, у нас вот в Калифорнии очень солнечно, очень, очень, так скажем, эта активность круглогодичная, солнце. И вот это вот украшение для улицы, для использования солнечной панели. То есть, заряжается она от солнца. Вот этот solar panel заряжает батарею, которая дает возможность работать вот этому чуду в виде буков. Так, я понимаю, его нужно полностью зарядить. Видите, это не просто как бы, да, вот лампочки в простом обычном нашем понимании, а вот такие вот буквенные кубики. И они должны гореть. Но батарею надо поставить. Так, мод он-оф, да, вот, включение он-оф. У нас как раз сегодня жарко, солнечно, и я помещу их прямо после этого видео под солнышко, и потом покажу, как они горят. Вот такая вот безделушка. Я, честно говоря, не помню, сколько они стоили, но в основном вот эти все подарки где-то варьируются до 50 долларов, до 56-60 долларов. Вот эти вот, по-моему, где-то в районе, наверное, 10. И я посмотрю, и знаете, наверное, сделаю так. Я под видео напишу, кто сколько стоил, кто сколько вот эти вот штучки стоил. Если будет интерес, скорее всего, на некоторые позиции я дам ссылки, у кого я покупал. По крайней мере, про перчатки будет, думаю, интересно спортсменам. А у нас много спортсменов. Это, думаю, что правильно будет разместить. Так, открываем дальше. Вскрываемся дальше. Смотрим, что у нас в этой коробке. В этой коробке у нас несколько заказов. Это Bluetooth-ресивер. Как раз вот для этого устройства, для наушников. Bluetooth-ресивер, который вставляется в 3.5 разъем в телевизор. И я смогу тихонечко, никому не мешая, по Bluetooth-наушникам слушать, смотреть свои видео, наслаждаться полетами дрона. Я надеюсь, вам понравилось предыдущее видео на канале с бугром Live, полет с музыкальным сопровождением. Мне много поступило сообщений в социальных сетях, что действительно классно получилось, классное видео и музыка подобрана вообще шикарно. Поэтому, вот, используя эти наушники, я буду использовать такой вот ресивер, да. Очень удобная штука. Его можно подключить к лэптопу, куда угодно. Давайте откроем коробочку и посмотрим. Там еще у меня в этой большой коробке сложены всякие интересные штучки. Сейчас мы до них дойдем. Ой, такой он маленький. Слушайте, как классно. Он маленький. К нему соответствующие зарядки, адаптеры. Вот. Вот такой вот. Его можно подключить через вот это соединение. Можно подключить через кабельное соединение, чтобы, допустим, не так вот торчало. То есть, вот, есть такой вот кабелек. Можно сделать через вот это соединение, да. А можно вот через вот этот вот адаптер. Очень интересно так. Здорово. Ну, и, соответственно, я так понимаю, это у нас USB-зарядка. То есть, USB-зарядки сейчас стандартные. Они практически идут ко всем. Так. Это мы убираем. И достаем еще вот. Достаем вот еще что-то. Так, наушнички уберем. Так. Не брейс. Что это? Не знаю. Сейчас посмотрим. Смотрю размер M. Размер M. Значит, что-то такое размерное. А, это наколенники. Наколенники для занятия спортом. Обтягивающие наколенники, которые одеваются на ногу. Вот. Это, да. Это тоже размер M. Ну, так скажем, от растяжек, ушибов и всякого прочего. Очень нужная вещь для занятия спортом. Я ее сейчас не буду полностью раскрывать. Я хочу ее раскрыть и заснять, как я их буду одевать. В этом видео я их одевать не буду, поэтому мы обратно убираем вот в такой очень удобный мешочек. Вот. Дальше. Опа. А это, это водонепроницаемая камера для съемки скрытых полостей. То есть, камера, которая имеет возможность проникнуть. То есть, это в виде такого шнура проникнуть куда угодно, например, в засорившуюся трубу. И она не боится воды, не боится, так скажем, погибнуть от влаги. Поэтому смотрим. Это меня, кстати, очень удивило. Они, она достаточно недешевая. Вот. Но им нужны, так скажем, пальцы вверх. Интересные сюжеты. Поэтому, конечно же, я сделаю на Амазоне для них хорошее ревью, если она работает. Вот. Посмотрим. Такая вот. dppower.co.uk Это, значит, рассчитано на английский, видимо, контент. Потому что адрес английский. Так. Достаем вот это вот все. И смотрим. О, даже какой-то CD-установочный диск. Да, точно. Слушайте, установочный диск. Но я думаю, что онлайн все равно все это есть доступное приложение. Какое-то инструкция на английском, как это все использовать. Очень здорово. Так. Ну окей. А, еще в чем прикол. Она подключается через различные адаптеры, различные адаптеры к телефону, к телефонам. И мы можем это смотреть на компьютере. Мы можем это смотреть на лаптопе. И, собственно говоря, на смартфончике. Вот такая вот камера. У него очень длинный, вот этот вот, очень длинный хоботок. Он сейчас свернут. Видите, вот смотрите. Сама камера вот. Вот это вот коннектор, который подключается. Здесь куча каких-то адаптеров для подключения. Такая кучка, кучка адаптеров. Сейчас посмотрим. Да, 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 да. Это адаптеры. А это крючочки, которые прикрепляются. Прикрепляются сюда. Если тебе нужен магнитик, что-то достать. Он сюда прикрепляется на носик. Вот разные такие вот штучки. И ты сможешь это все поднять, если это где-то там в двигатель завалилось. Или где-то за кухонным столом, который нельзя отодвинуть. Ну, в общем, удобно. Видите, такие вот прибамбасики. А этот адаптер для подключения к Android microUSB. MicroUSB, то есть он одевается на этот вот. Но у меня есть USB адаптер для Apple устройства. Поэтому думаю, что никаких сложностей смотреть с моего iPhone не будет. Так, давайте закроем вот это вот дело. Мне эта штука очень пригодится. В любом случае с ней можно не только играться. С ней можно много очень полезных вещей сделать. Так, убираем это. Сегодня у нас вскрытие. То есть мы будем все о нем вскрывать. Я покажу, какие подарки присылают с Amazon. Так, давайте закрываем другую коробку. Сейчас мы ее подщикаем. Такс, 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 такс. Ага, смотрим. Вот это вот автомобильный адаптер USB. С тремя, так скажем, гнездами. Очень такой интересный по дизайну. Мне он очень понравился сразу. Вот он, смотрите, какой еще упакован так классно. Очень упакован так. Что-то... А, мне в нем интересовало то, что он очень крепкий. Крепкий. И его наконечник способен разбить стекло в машине. Если произойдет какая-то авария, то это очень полезная вещь. Но у меня есть в машине такая фишка, которая крепится сбоку. И если необходимо будет, у меня есть молоток. Специальный разбивочный молоток для стекла. Так, вот это вот, ребята, для владельцев мэвиков. Компания, собственно говоря, находится в Китае. Они сами производят. Вышли на меня, увидев в фейсбуке, что я летаю. Посмотрели несколько моих репортажей. И решили сделать мне вот такой вот подарок. Это сумочка для мэвика. Так, следующий ход, да, это сам мэвик. То есть, понятное дело, что мой Карл сюда точно не влезет. Вот. Но для мэвика у нас уже есть сумочка. Сумочка и сумочка для пульта. То есть, вот видите, здесь в комплекте две такие вот жесткие конструкции. То есть, это защитные кейсы, водонепроницаемые они, между прочим. Один для пультика. Сюда, видите, штатные такие отверстия сделаны, чтобы он там не болтался, как... Не знаю, что. Во, закрыл. Это у тебя пульт. Здесь у тебя мэвик. Закрыл. Вот так вот. Это, кстати, будет интересно ребятам-владельцам мэвиков и компаниям, которые продают сами мэвики. Потому что это дополнительные аксессуары, которые всегда в любом магазине делали дополнительные денежки. Поэтому, продавая мэвик, если вы будете еще предлагать грамотный чехол, вы упрощаете жизнь клиенту и, собственно говоря, зарабатываете деньги сами дополнительные. Так, убираем эту коробку. И открываем вот это вот так. Это у нас, по-моему, заключительная. Да, заключительная коробочка. У меня сегодня интересная встреча, на которую я должен поехать. Она будет через три часа. Поэтому еще у меня есть времечко. И я вам покажу все остальное. Так, ну, это понятно. Это очки. Очки, очки, очки. Так, здесь еще кое-что есть. Давайте сначала очки вскроем. Хорошо упаковано. Так, это все идет со склада Амазон. То есть продавцы отправляют свои продукты, перед тем, как продавать их на Амазоне, отправляют их на склад Амазон. И уже отправка осуществляется Амазоном. То есть, почему так все быстро? Может быть, кто-то видел или нет, как сам выглядит склад. Как выглядит склад Амазона. Огромное-огромное помещение роботизировано. Потому что миллионы продуктов, которые нужно отправлять во все страны мира. Посмотрите, какие прикольные очки. В прикольном кейсе. Слушайте, я отвлекусь. Я просто как бы покажу. У меня просто, не знаю, случайно, не случайно. Вот висели на стуле, на стульчике висели вот эти штаники мои. Абдидасовские. И вот эти вот очки с кейсом. Я думаю, что это будет очень даже стильно и прикольно. Да, знаете, такое... Красные наушники. Красный кейс. Красный рюкзак. Ну, все красно-черное. А сами очки, сами очки должны быть синие. Очки должны быть синие. Сейчас посмотрим. На самом деле, на меня не все очки налазят. Но мы сейчас глянем. Глянем, что это за очки. Вот. Та-дам! Зеркало. Зеркала нет. Ну, ладно, я потом посмотрю. Ну, я думаю, что такие они... А мне идеально сели. То есть, на мою черепушку сели просто идеально. Ой, идеально. Смотрите. Та-дам! Та-дам! Прикольно, прикольно, прикольно. Слушайте, видно очень хорошо. Ну, они достаточно легкие. И чем хороши, что закрывают полностью попадание от солнышка. Ну, дизайн такой спортивный. Спортивный дизайн. Мне нра. Мне вот реально нра. Так, убираем их пока сюда. Я весь товар этот потом буду снимать, там, 30-секундные ролики, да, для, собственно говоря, самого YouTube. Но сначала я дал... Не YouTube, а Amazon. Я сначала должен этим всем попользоваться. Понять, насколько это действительно классная вещь, чтобы, делая ревью, быть максимально честным. И несмотря на то, что это халява, нужно говорить правду. То есть, если это действительно Г, я скажу, что, ребят, это Г. То есть, если оно сломается через 3 дня, то я скажу, что оно сломалось, и оно не стоит этих денег. Так, давайте открываем вот эту вот фишку, фишка в банке. Напоминаю, это все бесплатно. Это все бесплатно. То есть, мы за это не заплатили денег. Это все подарки от граждан Китайской Демократической Республики. Правильно? Вроде так звучит. Так. А-а-а! Это браслет. Это браслет для часов. Так. Браслет для часов увидел. А где сами часы? Или это чисто только браслет? Это сам браслет, а часы идут отдельно. То есть, вот такой вот браслетик к вот этим вот часам, которые большинство время покупают. Сейчас многие, да, где можно смотреть твои калории, принимать звонки, электронные часы. И это один из вариантов часов, которые ты можешь использоваться. Так. Ну, тогда нам надо сделать так, чтобы нам подарили часы. Окей. Браслет у нас уже есть. Так же, как и кейс для Мэйвика. Остался Мэйвик и сами часы. И в комплекте к этому браслету, знаете, идет сразу приборчик такой, который позволяет отфиксировать, отжать браслет и вставить туда часы. Такой вот. Чин-джин-джин. Такая вот с иголочкой. Вот, собственно говоря, на этом наше вскрытие на этом подошло к концу. Это наше первое вскрытие. Я думаю, что по мере поступления у нас еще будут приходить эти подарки регулярно. Их будет приходить много. Я буду выходить вот в такой вот эфир и показывать, что пришло к нам. Мы, кстати, находимся на нашей кухне. Наша кухня за бугром лайф. Хозяйничает здесь мисс Анюта. Но они дали мне возможность поснимать на кухне. Сами пошли заниматься в комнате. В комнате пишут, рисуют. Машеньки с Павликом очень много прописей, много разных книжечек, где они, собственно говоря, выводят палочки, ставят точечки. И мама им объясняет, как это делать лучше и как это правильно. То есть практикуются, практикуются правописанием. Так, друзья, огромное вам спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравились эти подарки, которые я получил. Я сделал это видео показать вам, что происходит на Амазоне. На Амазоне идет активная активная активность. Она, конечно, давно уже там активная. Но с этой активностью и ужесточаются правила для ведения торговли. Каждый месяц, каждый год вступают жесткие правила, которые неукоснительно продавцы и покупатели выполняют. Если какие-то пункты нарушаются, то доступ к Амазону закрывается. А потерять аккаунт, созданный продавцом, это достаточно большие деньги. То есть если это не просто магазин, который продает там 1, 2, 3 позиции, а магазины, которые продают миллионами долларов ежемесячно, это большие колоссальные рекламные деньги вложенные и прокрученные в течение какого-то времени. Я знаю нескольких ребят, работающих в крупной компании, работающие с Амазоном. То есть они продают на Амазоне технику, телевизионную технику, телевизоры. Оборот их составляет ежемесячно 5 миллионов долларов. Естественно, они начинали с определенной суммы. Назовем так, это было 10-15 тысяч, как я разговаривал с человеком, который занимается непосредственно продвижением. То есть созданием рекламных роликов, созданием вот этих вот блоков для рекламы в Амазоне и его технического продвижения. И он именно сказал, что большинство компаний начинают с мизера. Кто-то начинал с продажи 10 телевизоров, сейчас продают их тысячи, тысячи, тысячи. И поэтому отсюда такие обороты. Это все очень сложно и мы начинаем двигаться тоже в эту сторону. В сторону продажи на Амазоне. Дело в том, что мои все творческие проекты, которые вы знаете, передачи, съемки, телевидение, концерты, вокальное исполнение. Они все требуют финансов. Так скажем, в ожидании появления спонсора, которому будет интересно какое-то развитие канала или определенной личности. Это не наш стиль. Я думаю, что мы со временем будем иметь, так скажем, предложения от различных компаний о спонсорстве, о предоставлении, так скажем, финансовой помощи для проектов. Но мы идем по пути создания собственной финансовой структуры, которая будет работать на Амазоне, продавать определенные товары. Вот эти все подарки, они, конечно, к этому никакого отношения не имеют, разве что пришли они из Амазона. Это больше, знаете, наверное, как хобби, как развлечение, именно создание вот такого вот видео, где можно показать вот коробки, как мы их получили, как мы их открыли. Именно создание бизнес-структуры, продажи продукции, о нахождении нужного продукта, потому что самое главное, что ты будешь продавать. У тебя вокруг тысячи, тысячи конкурентов, у которых, собственно говоря, невысокие цены. Амазон дает очень маленькие цены. Там, естественно, на Амазоне присутствуют и крупные игроки, крупные компании. Те же DJI, Sunny, LG, Panasonic. Все-все-все эти крупные компании присутствуют и делают прямые продажи непосредственно от своих компаний-дочек-производителей. Вот, поэтому найти сначала продукт, сделать маркетинг, сделать цену, потому что Амазон, соответственно, берет свою комиссию. Если вы будете продавать продукт слишком завышенной ценой, вы не будете наоборот. Если вы будете продавать продукт слишком низкий, вы не получите прибыль, потому что Амазон тоже берет определенное количество денег. Сколько чего он берет, я вам это могу рассказать. Мы будем делать такие бизнес-видео с профессионалами, которые уже сделали свою репутацию, сделали свой бизнес и продолжают делать этот бизнес на Амазоне. В ближайшее время у меня выход определенных рубрик будет. Я буду делать анонсы в социальных сетях. Несколько анонсов я уже вам сделал, так что наблюдаем за нашим каналом, следим за новостями и подписываемся на канал Забугром Лайв. С вами был Олег Забугорский. Вскроемся в следующей передаче, как только придут коробочки. Надеюсь, мы не заставим их вас долго ждать. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok